Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Высказать Привет друзья Вы слушаете радионародная волна На чистоте 1430 М99,1 ФМ На нашем веб-сайте RadioNVC.com И на нашем канале В YouTube Также RadioNVC Не забывайте регистрироваться Будете получать сообщения О том что новый клип вышел Новая программа Подписывайтесь Нажмите кнопку Сабскрайб И все И будете с нами С вами в студии Сергей Зацепин Олег Патлых Привет Здравствуйте Добрый день Уже утро прошло Да уже полдень прошел Поэтому уже добрый день Привет всем нашим друзьям Которые слушают и смотрят нас На нашем канале В YouTube Всем 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 привет Где-то запоздал наш один Какой-то слушатель Зритель Который Задолго до начала эфира Ставит нам Дислайк Ну вот 4 лайка Мы уже получили Лучше раньше чем позже На всякий случай Знаешь Он заранее знает Что Что то что О чем мы будем говорить Ему не понравится Есть простой выход Ну не нравится Просто Взял Ушел на другой Как говорил Жванецкий запах Чем хорош Не хочешь Чтобы пахло Отойди Ушел на другой канал Ну а тем кто поставил лайки Спасибо вам большое Не забывайте звонить Там в студию Телефон в студии Да 847-400-5200 Я вот тут Олегу рассказал Что Мисс Юниверс Она не так Телефон Она азиатка Во-первых Мисс Уорлд Америка Ее Раскан Раскан На Вали Говорю проще Отобрали корону Отобрали Заслуженную Отобрали заслуженную корону По двум причинам Во-первых Она позволила себе Твит В котором Так сказать Статистику Преступления Афроамериканцев Против Афроамериканцев Ну Эта статистика Всем известна Просто Не все Они говорят И стараются Как бы Все это дело Под 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 Ковер Под сукно Вот Она позволила себе Написать об этом Но И во-вторых Она поддерживает Президента Трампа И Директор Этого Всего Хозяйства Обвинил Ее в том Что Она Расистка Азиатка Зовут Ее Как же Зовут Зи Кэти Жу Кэти Жу Криенко Симпатичная Девочка Обвинил Я в том Что Она Расистка И Исламофобка И вообще Поэтому Мы Тебя Короны Лиши Знаешь Был Когда-то Такой Анекдот Как Твой Спорят И Один Уже Он Не знал Как Объяснить Свою точку Зрения Как Доказать Он Говорит А я А у меня А я тебе Сейчас По морде Дам Вот тут Так и Получается Если В случае Что-то Не то Происходит Человек Не то Сказал Не согласен Зрение Его Взгляды Точка Зрения Ты Расист Вот я Кстати Тоже Сережа Говорил Вот я Наткнулся На информацию Интересную Сколько Раз За Последнюю Неделю СНН Использовано Слово Расизм И там Какая-то Цифра Что-то Около То ли 700 То ли 500 Раз То есть Это Настолько Стало Таким Вот Нарицательным Расхожим Выражением Скоро Потеряет Просто Свой Смысл Она Уже Потеряла Но тем не менее На некоторых Это работает И некоторые По-прежнему Тоже Цепляются За это Слово И начинают Говорить То есть Если Ты Вдруг Сказал Что Границы Нужно Укреплять Ты Расист Все Ты Расист Если Ты Говоришь Что Как бы Люди Для того Чтобы Нормально Жить Должны Работать Ты Расист В общем По Любому Поводу Что Бо Ты Сказал Что Бо Ты Не Сделал Если То Ильхан Амар Которая Выступает Постоянно С Антисемитскими Заявлениями Ну а Последняя Выходка Это Она Предложила Резолюцию В Конгрессе Резолюцию Бойкотировать Поддерживающую Движение Бойкота Израиля Ну пока Что Предложила Я думаю Что Это Все Да И если Ты Говоришь Что Как бы Послушай Ну Ненавидишь Ты Израиль Ненавидишь Ты Америку А она Действительно Вы помните Эти события В Сомали Когда Сбили Наш вертолет Я смотрел Этот фильм Жуткий фильм Это жуткий фильм Когда Сбили вертолет И Обгоревшее тело Пилота Таскали по улице В общем там И она Вот эту ситуацию Сказать Вы Говоря об этой ситуации Об этих событиях Она Обвинила Американцев В то время Как Обвинила Их в том Что они Убивали Там Тысячи И тысячи Неповинных Сомалийцев Ну то есть Кроме того Она Когда Она Говорит о том Что Необходимо Поддержать Движение Бойкот Израиля Это все Равно Что Поддержать Движение Бойкот Нацистской Германии То есть В ее глазах Израиль Является Ну Таким же Злом Как Нацистская Германия Конца 30-х Начала 40-х Годов Я тебе скажу Даже Нэнси Пилоси Она выступила И сказала Что Высказывания Амар Являются Глубоко Оскорбительными И Они осуждают Эти выступления И в принципе Она Поняла Что пахнет Жареным И она Решила Извиниться И сказала Что Антисемитин Существует И я благодарна Соратникам И коллегам Еврейского Происхождения Вот Которые мне Рассказали О кошмарной Истории Еврейского Народа А то она Не знала Вообще Что происходит Она не слышала Что такое Холокост Вот И она Сказала Что она Ни в коей Мере Она не Собиралась Оскорбить Или обидеть Своих Избирателей И всех Американских Евреем И вот Тем не менее Она подчеркнула Что не остановится В борьбе С сомнительной Лоббистской Деятельностью И вообще Причина всего Она говорила Что Потому что Америка Вливает деньги В Израиль И у них Там какие-то Горицы Как она говорила В одном из твитов Свои какие-то дела Которые Недоступны Общественности Ну вот Она выступила С таким предложением Ну а Не думаю Что это пройдет Представители В конгрессе Еврейского Происхождения Прежде всего Лояльны Израилю Как она сказала Потому что Они куплены Ну то есть Дети Бенджамина Помнишь Это тоже То есть потому что Лоббисты Так сказать Айпек Купил всех Этих Евреев И они В конгрессе Представляют Интересы Израиля Не интересы Америки Ну я тебе скажу После этих извинений Все равно Они ее поддержали В конгрессе Демократы Так что Мало того А вот После всех этих заявлений Когда Трамп Сказал Что Ты вольна Если ты так Ненавидишь Эту страну Если ты ненавидишь Израиль Если ты ненавидишь Наши отношения С Израилем То что мы здесь Делаем Ты можешь себе Так сказать Позволить Поехать в любую Другую страну По твоему выбору Если захочешь Можешь вернуться И тут Либеральная Общественность Взорвалась Просто буквально Взрыв мозга Произошел И мало того Конгресс Демократически Проголосовал За резолюцию Обвиняющую Трампа В российском Твите Опять Трамп не говорил О расе Трамп не называл Ее имя Он единственное Сказал Если ты ненавидишь Эту страну И ты не чувствуешь Себя здесь Счастливым Ты можешь Покинуть Эту страну Можешь Поехать в ту страну Из которой Ты приехал Которую ты до сих пор Любишь И так сказать Все Ты расист То есть Опять Опять Эта штука Понимаешь Когда на передний план Демократической партии Когда партия Сама являясь Вот такой Она выставляет На передний план Лидера Либо цветного Либо Представляющего Какое-то меньшинство А тем более Сейчас Это еще и женщина И ты не можешь Ничего им сказать Я не знаю Что никто Пикнуть не сможет Потому что Сразу обвинят В расизме Здравствуйте Здравствуйте Мне бы хотелось Знать мнение Сэндерса Шумера И других По поводу Вот этих Антихимистских Высказываний Это конечно Я не знаю Я вам хочу Я вам хочу сказать Я вам точно могу А Трамп За свое выступление Получил от меня Чек Этому компанию Спасибо Это не по президентски Но мне это понравилось Но это по человечески Правда Мы должны помнить Что президент Он конечно президент Это официальный институт Он такой же человек Каким мы Поэтому Вы абсолютно правильно Может сказали Мы сами Может Он любит женщин Так это тоже Давайте прости Мы прощаем Интересно что Феликс скажет Как он к этому относится Феликс вы нас слышите Пожалуйста Просто перезвоните Ваше мнение Хочется послушать Спасибо Давайте я скажу Во первых Шумер Обвинил Трампа В расизме Конечно А во вторых Барни Сэндерс Стал собирать деньги Для Ильхам Амар Это вот Позор еврейского народа Просто позор Еврейского народа Он обвинил В свое время Израильскую армию В геноциде Что она Убила Десятки тысяч Невинных Палестинцев То есть Я просто не понимаю Так вот После всего этого Значит Представительница Палестинского народа В конгрессе Рашид Этлаиб И Представительница Сомалийского народа В конгрессе Ильхан Амар После того Как она выступила С инициативой Резолюции Поддерживающей Байкот Израиля Они намерены Поехать В Израиль И Перед дилеммой Стоит премьер-министр Израиля Потому что В принципе По-моему Там в Израиле Есть закон Теперь Который Запрещает Въезд на территорию Израиля Людей Которые поддерживают Движение И могут завернуть В аэропорту Вот мне интересно Хватит ли у Биби Гатс Чтобы Завернуть Этих Двух Антисемиток Происламистский Ненастроенных И не пустить Их На территорию Израиля Я думаю Что Израильтяне Большинство Израильтян К сожалению Среди Израильтян Есть Члены разных Леворадикальных Движений Которые Которые Ставят Своей задачей По сути дела Уничтожить Израиль Которым Наверное Это не понравится Но мне кажется Что Большинству Израильтян Придется По душе Если Премьер Нитаньяху Завернет И Не даст Запретит им Въезд В Израиль Кстати Ваше мнение Было бы интересно На этот счет Как вы думаете Как должен поступить По вашему мнению Биби Нитаньяху Вот в отношении Двух этих Антисемиток Кстати Ты знаешь У нас звонки Давай попробуем Послушать мнение Наших радиослушателей Добрый день Добрый день Господа Добрый день Значит Сергей Для вас Новость Только что Я смотрел Деруслый пост Только что Я на работе Могу Имею Чанс Они Они получат Это решение Никаких проблем Если они Я говорю Не про дно А если Они захотят Приехать Безраиль Их там Их там Им не будут Преграды Устраиваться Ну Я тоже У меня другое мнение По этому поводу Но я не Пример-министр Израиля Вот Так что Они получат Это вопрос Уже решенный Как бы Теперь это Вы знаете Всегда Насколько я знал Еще В Америке Принцип Лавы Торлы Понимаете И 99% Даже включая Нас И всех Нас Америка Сани Приглашала Приглашают Только там Супер Специалистов И так далее И так далее Поэтому Если вам Не нравится Как говорят С катится Дорожкой Чертвой Матери Отсюда И Это Вот Эти Вливают Столько Яда Во все Это Хотя Вы знаете Сергей Я сегодня Тоже Опять Чисто Конгрессмены Которые Евреи Довольно Так Очень Резко Выступили Против Нее За Ее Заявление Насчет Этой Антиизраильской Резолюции Вот Но Я вам Скажу Такую Вещь Что Я не Уделю Через Пять Лет Их Будет Большинство Таких Как Она Потому Что Они Готовят Своих Кадров Сейчас Того Недера Которого Придурка Который Против Трампа Его Сместить И вот Таких Как Они Поставить И тогда Партия Будет Партия Не дай Бога Говорят Вот Такое Это Такой Мощный Избирательный Блок Вообще Я смотрел Статистику Где Они Готовят Репрезентатив На разных Уровнях Довольно Впечатляет Я вам Скажу Довольно Прогрессивные А их Прогрессивные Я не знаю В чем Они Прогрессивные Но Это Вообще Во что Превратилась Демократическая Партия Это Трудно Даже Кеннеди Наверное 25 Раз Привернулся В гробу Когда Видишь Что с его Партией Она Привратилась В радикальную Партию Спасибо Спасибо Добрый день Пожалуйста Алло Да пожалуйста Добрый день Добрый Сначала Про Расизм Вы знаете Насколько Я учил Расист Это Когда Ты Свою Религию Рас Или Национальную Ставишь Выше Чего Другого И Начинаешь Унижать Всех Я Ничего Российского Не Сказал Теперь Я не думаю Что Рамсфилд Или Дикченни Когда-то С кем-то Советовался Кого Бомбить Но Меня Я абсолютно Не согласен С предыдущим Звонившим Что Там Евреи Демократы Выступили Где Где Шифы Где Шумеры Где Эти Корбины Где Они Ни слова Не сказали Понимаете Смешно Молчание Смешно То Что Пелоси Сказал Я не знаю А Что Делают Наши Республиканцы Дали бы Хотя бы Бой Настоящий Этим Демократам Черта зба Тоже Наделали Полные штаны И Только Защищаются Самое Интересное Еще Ирха Мамар Она входит В комиссию По международным Отношениям Вот такая Вот Антисибирка Спасибо Спасибо за Ваш звонок Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Здравствуйте Во первых Ответ на ваш вопрос По поводу Натани Ягу И как он должен Действовать Я с вами Совершенно согласна Если у него Есть этот самый ГАД Он должен Это сделать А если нет То я Вообще-то Говоря Не думаю Он все-таки Единственный Кто может Быть Премьер-министром Этой страны Нужен Какой-то Более Морально Мотивированный Человек А он должен Быть тогда Министром Внутренних дел Короче говоря Заниматься Экономикой Если он Их пустит Теперь второе Про вот эту Вот четверку Это очень Симптоматично Что они Как бы Во главе Всего И что даже Нэнси Пелоси Перед ними Очень Очень часто Пасует Это означает Что за ними Стоят крупные Силы Прежде всего Крупные Деньги И во вторых Мы даже не знаем Кто за ними Еще стоит Кто конкретно За ними стоит Но то что за ними Стоят действительно Серьезные силы Это не то Что вот Их боятся Просто потому Что они Такие прогрессивные Нет Это определенно Что там Это очередная схема Которую они Разрабатывают Так же Как когда-то Большевики В России Разрабатывали А вот что я еще А что я хочу сказать Положительного Я постоянно Получаю Значит Вайтхаус Доторг По-моему Оттуда Значит Информацию И вот Несколько дней Назад Там было Видео Офзэдэй Значит В белом доме Был прием Жертв Религиозного Пресекьюшн Религиозного Преследования Там были В основном Христиане Но не только Христиане Была там Женщина Значит Которая пережила Холокост Были там Хиндуи Ну в общем Разные Но в основном Христиане Потому что Оказывается Христиан Ну в общем-то Я знала Что 100 тысяч Это еще Как бы 20-летней давности Статистика По 100 тысяч Христиан Именно Убивают В мире Каждый год Да Мы знаем Эта статистика Есть Спасибо большое Но только и по такому Масштабе И в том же Китае И так далее Каждый из них После так сказать Торжественной части Говорил свою историю Это было не запланировано Явно И все Настолько Благодарили Трампа Который защищает Их У них Отцы Там Мужья Сыновья Спасибо большое Спасибо У нас еще есть звонки К сожалению Мы Это действительно Мария Спасибо большое Это действительно Трагедия Трагедия христианства Во всем мире Просто вырезают Здесь морально убивают Там физически уничтожают Христианство Если ты помнишь У нас звонок Давай Примем Добрый день Мы вас слушаем Добрый день Здравствуйте Я буду короче Но как раз Продолжу Предыдущую тему Дело в том Что Мусульмане Добрались Уже До конгресса Эта четверка Появилась Там Не просто Так Она Действительно Поддерживается Исламистами А по всей Америке Таких Общин Откуда Их могут Еще Насажать В конгресс Очень Много Мне уже два года назад Присылали Карту Америки По которой Было На которой Было Показано Где находятся Эти Общины Понятно К сожалению Времени больше не остается Единственное Что Вот Мысль Которая Прозвучала В речи Марии О том Что за ними Стоят большие Деньги Я не знаю Точно Но Логически Это должно Быть так Потому что Мы видим Столкновение Между Пелоси И этим Сквадом И единственное Что может Сделать Пелоси Лишить их Финансовой Поддержки Во время Избирательной Компании И они Это понимают И их Это не Пугает Значит Финансовая Поддержка У них Есть колоссальная И им Не нужны Партийные Деньги Еще есть Минута Или давай Привемся Я хотел Сказать о том Что я Читал статью Еще пару лет Назад Об Исламизации Европы Началась Она в начале 20 века Это была Операция Продуманная Заранее И Прекрасно Мусульмане Знали И понимали И готовились К этому Что Уйдет на это Не 10 И не 20 лет И потихоньку Потихоньку Они Переселялись В Европу Потихоньку Они Насаждали Свои Правила Свою Религию Свои Взгляды Потом Превратилась Европа В то что Она превратилась Сейчас И когда избрали Вот этих Четверых Конгресс Особенно Вот Последних Троих А вот То что Мария Сказала Я сразу Сказал Это начало За ними Стоят Очень большие Силы Я в этом Уверен Точно так же Как стояли Силы За Обамой Давайте Прервемся На рекламу В этом месте Мы сделаем Перерыв Никуда не уходить Буквально Через Несколько минут Вернемся Продолжим Возвращаемся В программу Народная трибуна Тут есть Пару Комментариев На ютуб Один слушатель Пишет Что Зацепин Наивен Пелоси И правду Будет Против этих Четырех С какой Стати Лишится Этих Мест Ну Понимаете В чем Дело Не Настолько Я Наивен И Пелоси Против Них Выступает Не потому Что Она Не согласна С их Политикой Она Абсолютно Разделяет Их Взгляды Она Абсолютно Разделяет Их Устремления А против Них Она Выступает Поскольку Их Поведение Их Позиция В обществе Не пользуется Популярностью Даже Некоторые Демократы Которые Идут На перевыборы Они Вынуждены Отстраниться От них Не потому Что Они С ними Не согласны Потому Что В Америке Еще Остались Здоровые Силы Которые Видят Что Происходит Которые Понимают Что Из себя Представляет Эта Угорелая Четверка Так Что Не Думайте Что Я Настолько Наивен Что Полагаю Что Пелоси С ними В противоборство Вступила В силу Разницы Или Различий Политических Взглядов Вовсе Нет Чисто Политическим Соображением Дело в том Что Когда Мы Говорим Вот Пелоси Она Сволочь Она Негодяя Она Она Не Дура Она Далеко Не Дура Она Довольно Умная И Женщина И Политики Прекрасно Дает Отчет Своим Действиям И Прекрасно Понимает Что Происходит Она Не Хочет Входить В Открытую Конфронтацию С Дах Партии Она Не Хочет Показывать Раскол Этой Партии Хотя Он Уже Налицо Как Говорится Уже Начало Я Еще раз Повторю Раскол Партии Налицо Не потому Что Они Не Согласны В принципе Потому Что Они Не Потому Что Они Боятся За потерю Собственных Мест Конечно В том Тоже Вопрос То Настолько Радикальные Взгляды Настолько Антисемитские Взгляды Антиамериканские Взгляды Что Избиратели Могут Высадить Нахрен Демократов Из кресла Только Поэтому Они Так Себя Ведут Вот Еще Одно Замечание По Поводу Решения А вот Решение О недопуске Этих Юдафобок В Израиль Принимает Не Биби А Министр Внутренней Безопасности А он Оказался Костратом А как Рисовался А как Рисовался Вот Такое Вот Мне Интересно Значит По поводу Слушаний Малера Мы Еще Будем Говорить Сегодня Очевидно С Леном Ваняшленом Поговорим По этому Поводу Но Продолжается Эта эпопея С ослушаниями С всевозможными То есть Других проблем Перед Демократами Нет У них Одна Единственная Задача Либо Очернить Президента В глазах Избирателей Либо Если получится Импичмент Объявить Ну вот Последняя Попытка Импичмента Предложенная Карабасом Барабасом Господи Ну какое у него Зверское выражение Лица Это шуму Не постижно Я когда смотрю На этого Грина Боже мой Как можно За такого Человека Голосовая Такого Встретишь И вечером И не уснешь Напомни О ком ты говоришь На всякий случай Эл Грин Это Конгрессмен Демократ Конгрессмен Демократ Который уже В третий раз Предлагает Артикл Импичмент Было голосование Значит Предыдущее Поддержали его Инициативу Последнее голосование 95 человек И он питает Большие надежды Что чем дальше Они будут Лить грязь на Трампа Тем больше шансов Что все таки Демократы Проголосуют И наконец то Ленька Могилевский Сможет отпраздновать Импичмент Паре А то уже парень Тут Сколько времени Ждет Демократам Демократам Удалось Днем раньше Лишь над нем Раньше Осудить Трампа За высосанный Из пальца Расизм А на самом деле За то Что тот назвал вещи Своими именами В принципе Так оно и было И поставил на место Ничего не соображавших В политике Пренебрежительно Относящихся К американским Традициям К американским Законам Кичащимся Своими Мигрантскими Происхождений Четырех Вот этих кукол Потому что Действительно Как только Какая-то критика Идет в их адрес Моментально Кричат Вот это вот Модное слово Расист И демократы Привели их В палату Представителей Только для того Чтобы те Злили Поляризовали Американцев В своих Партийных Интересах И действительно Вот Американцы Они не очень Любят Вот такие Радикальные Шаги И вот такие Резко Радикальные Высказывания Поэтому Действительно Они могут Потерять И я думаю Что уже Потеряли Большую У нас звонок Есть Да Давайте Примем звонок Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Вы знаете Мне кажется Что Это было бы Даже неплохо Если бы Они Провели Импичмент В плане Представителей В результате Вот этой Шумифи Которую Они подняли Рейтинг Трампа Вырос До 50% А я думаю После импичмента Это будет Как минимум 60% Поэтому Так сказать Там будет Обречен На победу Вместе с ним И Республиканская Партия Наверное Вы правы Я хочу сказать Что был В понедельник Был проведен Национальный вопрос В понедельник Вторник После того Как Трамп Сказал Законодателям Что Эти барышни Должны вернуться В свои страны И навести там Порядок Одобрение Среди членов Республиканской Партии Возросло На 5% Достигла Там 70 С чем-то Процент То ли 72 То ли 73 Кстати интересно Что в ответ На то что он сказал Куда они должны Убраться Они сказали Что он должен Поехать в Россию Почему-то В свою Россию Говорит И навести там Порядок А тогда Пусть возвращается И наводят Порядки здесь Потому что Психически Неуравновешенные Люди По сей день Думают Что Трампа В Белый дом Посадил Путин Понимаешь Я пару дней назад Поставил на фейсбук Компиляцию Ну этих вот Масс-медиа Которые Периодически Там Коми Сольет Какую-нибудь Информацию В масс-медиа И они Все Поехали Вот все Я не знаю Если у меня получится Мне так хочется Дать Чтобы люди Послушали это Я честно говоря Просто угорал А нет Это не то Это не то А вот Во Во Так Что-то у меня тут А это тут у меня Вот это работает Сейчас я здесь Закрою Маленькая Техническая Неполадка Сейчас открою Попробую Открыть Вот тут вот Done He's done There's no question About that He's done Breaking news A bombshell Today is a turning point Today was historically bad For President Trump Today was a turning point A turning point We're at a turning point here The beginning of the end For the Trump presidency The beginning of the end Breaking news We have another bombshell Mike Pence might have to assume The office of the presidency The call for impeachment Rumblings of the word impeachment Breaking news Another bombshell out of the White House I believe this is the beginning of the end I do too It's really the beginning of the end The beginning of the end He may be feeling the walls closing in on him All the walls closing in on him The walls closing in on him Breaking news A new bombshell One astrologer says this means the beginning of the end For President Donald Trump The beginning of the end of the Trump presidency Trump will resign Trump is going to resign Is this the tipping point? I know we've said it over and over You think this is a tipping point? And over and over This is a tipping point And over and over Breaking news President Trump off the rails There's a beginning of the end today The beginning of the end It reminds me a lot of the last days of Nixon Breaking news tonight New bombshell This is the beginning of the end The beginning of the end The walls are closing in The walls closing in The walls closing in Breaking overnight bombshell This is a very dramatic day And I think it might be near a tipping point Do you think this is a tipping point? This is unbelievable This is remarkable Have you ever seen anything like this? His presidency is crippled December 1st, 2017 You can mark it down This is the day that everything changed We begin with the bombshell The beginning of the end 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 In fact, if this were a football game We're in the third quarter It may even be the beginning of the end We begin tonight with the bombshell Donald Trump is in a lot of trouble Trump is in trouble The president will resign Another hour, another bombshell This is a tipping point Trump's going down This president could be impeached I do not think the president will serve out his term Resignation Resignation I don't think this president is going to serve out his term It's a Vanetti, который пойдет, судя по всему, The Achilles' Hill Breaking news tonight I expect Trump to depart This week will be the watershed week Trump is in big trouble Trump's in a lot of trouble It's a sign of a terrified old man Who feels the walls Closing in The walls are increasingly Closing in on him Tonight the walls are closing in Today changed everything This is the beginning Of the end Today the biggest tipping point For the Trump administration What a historic day The bombshells, they fell This is the beginning This is the beginning This is the beginning This is the beginning 1-го декабря 17-го года No, Сережа Ты вот поставила Я вспомню Ты должен поставить еще Вот тоже такую нарезку Когда говорили, что Трампа не выберут президентом Трамп не пройдет Ни в коем случае Вот это было начало Это когда Билл Мар Набил Билл Мар Пригласил Энг Калтер И говорит Ну там сидели Левачье Это Джо Рид С MSNBC И он спросил Кто по-вашему будет Президентом И Энг Калтер сказала Трамп И надо было видеть Выражение лица Да, да, да А ты помнишь Вот эти вот посиделки Там 4-5 ведущих Включают в Упи Голберг О, когда она бросалась Джой Би Харбер Бросалась бумажки Все, все Конец Трамп Он отдал команду Чтобы та, та, та Которая одна из тех Которая кричала Я перееду в Канаду жить Вот И что они все здесь Они просто сходят с ума Они просто сходят с ума Ты посмотри Сколько разочарований Сколько стресса Они уже На протяжении двух лет Какая-нибудь информация Причем фальшивая Сливается в миде И они восприяли духом Все It's beginning of the end Вспомни, пожалуйста И бух Горды об стол Вспомни, когда выбрали Трампа В университетах создавались Комиссии В университетах Отделяли Были отдельные комнаты Куда могли прийти студенты Плачущие в истерике Бьющиеся об стенку И там сидели канцлеры Которые их успокаивали Довали им плюшевую мишку Я тебе хочу сказать Что Они сейчас заранее должны Сделать как-то вот Подготовку Вот этих вот людей Знаешь Которые нервно нестабильные Потому что Выберут Трампа Я в этом не сомневаюсь Представляю Что с ними будет твориться Хотя Может они уже подготовлены И уже знают Что так и будет Но все равно Может надо спасать наших детей Которые будут биться головой в стенку И кричать Что опять Не может быть Мы в это не можем поверить Ну теперь смотри Стоит университет Колорадо стоит университет У них есть такой Издали Такой путеводитель Гайд Такой Коммуникейшн гайд В котором рекомендованные И нерекомендованные слова Выражения В университете Так вот Два слова Они считают Которые ранят нежные души Молодых ублюдков Это слово Америка И слово Американцы Они рекомендуют Исключить Из лексикона Уроды Вы живете в этой стране И вы не хотите Произносить вслух Название вашей страны Вы не хотите Вы не хотите Своих соотечественников В слух Произнести Американцы Поэтому Когда вы возмущаетесь Тем что Трамп Сказал что если вам не нравится Вы можете покинуть Эту страну Я думаю что это Самое мягкое выражение Которое мог использовать Трамп На этот случай Если уж вас Оскорбляет Американский флаг Если вас Оскорбляет Американский гимн Если само слово Америка Вас Ранит Вашу нежную Вонючую душу На хрен С пляжа Убирайтесь К чертовой матери Вы помните Мы уже говорили По моему На прошлой неделе Есть такая Профессор Одел Она Профессор Юриспуденции В Ель В университете В Ельском университете В своем твиттере Она утверждала Что она разговаривала С многими Людьми Да Жившими в СССР Выходцами из СССР И все они утверждают Что качество жизни У них было Гораздо лучше Чем теперь А еще другой Профессор Сказал Что приезд в Америку Был самой большой Ошибкой Вот ее жизни Так вот Теперь представьте себе Вот эта вот Сволочь Отдурманивает наших детей Уже на протяжении 50 лет И сколько Вот таких Как она В университете Таких как она 99% Вот Вот начинать надо Оттуда И я тебе хочу сказать Что Насаждение Вот этих вот Профессоров Идиотов Началось Очень давно И вот Эта цель была Цель Чтобы в университетах Детям промывали мозги Чтобы в университетах Детям не учили Я считаю Что Нужно выгонять Этих профессоров С работы Если они Детей не учат Если они Промывают мозги Наши дети Идут в университет Учиться Профессии А не Изменять Свою точку зрения Менять Свои политические Взгляды Поэтому К сожалению Очень многие Родители Вот жалуются Говорят Мы ничего не можем Сделать Вот Наш ребенок Мы не знаем Как мы его Проморгали Как мы Упустили Это Ты знаешь Наверное 10-20 лет назад 30 лет назад По моему Такой промывки Не было Как вот сейчас Буквально Последние 10 лет Даже вот Общаясь Со своими Друзьями Знакомыми Сотрудниками Бывшими Ко мне В бизнес Приходят Очень часто Вендоры Какие-то Представители Вендоров Фабрик И вот Мы беседуем С ними На вот эти Темы Они Говорят Что Действительно Кэмпусы Вот колледжи Они стали Как бы Политическим Институтом То есть Наши дети Идут туда И вот Родители боятся Что им там Вправят мозги Не в ту сторону И в принципе Так и происходит Причем Обратите внимание Начинается это В школах Поэтому Когда родители Говорят Мы не знаем Что делать Или мы Не знаем Как мы проморгали Вы проморгали И очень давно Еще Когда наши дети Пошли в школу Когда это Начиналось Еще там Когда Не знаю Обращали вы Внимание Или нет Когда приходили Дети Вот мои в частности Говорили А нам сегодня Рассказывали Про Обаму Что делали вы Уважаемые родители Я например Встал И пошел в школу И спросил А когда Будут рассказывать Про Маккейна Или когда Будут рассказывать Про Равни Вот когда были Выборы В 2008 Году В 2004 Никто Из них Не сказал Принцип Я имею ввиду Никто из них Не сказал Что у нас Как же Конечно Будет лекция Такая Они сказали Нет Мы только Рассказывали Про Обаму А почему А вот Не знаем Почему Я им сказал Что я запрещаю Своему ребенку Участвовать В этих политических Акциях Если вы Будете Одурманивать Моих детей Значит Мне придется Какие-то другие Меры предпринять Я сюда Ребенка отправил Учиться А не выслушивать Вот эту агитацию Вот И в принципе Мой ребенок Действительно Не ходил На эти все Мероприятия Поэтому Хотя бы Это делайте Для того Чтобы спасти Наших детей От вот этих Вот Взглядов К сожалению Неправильных Потому что Детский мозг Он как пластилин Из него Настолько легко Вылепить Все что угодно И когда Наши дети Попадают В университеты Естественно Их берут в оборот Вот эти вот Аданолы И им подобные И промывают Им мозги У многих Это проходит Как только Они получают Первый чек На работе И говорят Я не понял Мне там дали Зарплату 50 тысяч Год Или сколько А я получил На руки Вот столько А что же делать Подожди Дорогой Ты еще пойдешь Делать Инкомтекс И тебе скажут Ааа Так подожди У тебя еще детей Нету У тебя моргича Нету У тебя списывать Не на что Давай еще доплачивай Так что Очень многие Прозревают Получав Получая Вот первые чеки И говоря В частности У моих одних знакомых Дочка Закончила университет И вот пошла на работу Два месяца назад И говорит Папа Я не поняла А что это такое Я говорю А вот это доченька Ваша Демократы Которые Вас одурманивают А вот это Вот реальная жизнь Так что Welcome to the real world Как говорится Интересно Борис Пазин Тут на фейсбуке Видео такое Разместил он был на слушаниях Очевидно В каком Встрече была С одним из сенаторов И два представителя Ну репрезентатив местных Иринойских Люди задавали вопросы По поводу Налогов Что народ уезжает Ну сенатор Не помню фамилии Он говорит Да какой народ уезжает Это уезжают Вот афроамериканцы Это не люди Которые работают Уезжают Это уезжают Вот 200 тысяч Афроамериканцев Уехали Ну то есть народ говорит Слышите Ерунда Вы повышаете налоги Получается Замкнутый круг Народ начинает уезжать Налогоплательщиков Становится меньше Вы опять вынуждены Повышать налоги Он да нет Но это уезжают Совершенно другие Да человек Привел Совершенно конкретные Примеры Он В общем Деньги нужны Чтобы содержать Вот этот штат Где взять деньги Вот скажи мне Мне это знаешь Напоминает Во первых Во вторых Вот очень простое объяснение Ты помнишь Когда Очень сильно Упал Реалстейт Вот Мы вернемся К этой теме Как раз Он упомянул Сказал что Дома Побросали Платить налоги На Флориде Поднялись налоги На остальных В наших В нашем известном Сани Айлз И Холланда И Холливуд Где у наших Многих Соотечественников Есть квартиры Вот они рассказывали Что Треть стоит Дома Пустое Люди Не платят Асессменты А ухаживать то надо А где взять деньги Значит асессмент Из трехсот Превратился В шестьсот Потом в восемьсот Да Давайте прервемся Возвращаемся в программу Народная трибуна Телефон Студии Восемьсот сорок семь Четыре Ноль ноль Пять два Ноль ноль Давайте попробуем Принять Добрый день Здравствуйте Мы вас слушаем Добрый день Господа Добрый день Есть такая информация Что на похоронах Вот этих вот капов Раз Была сказана Такая фраза Они ценой Своей жизни Предотвратили Планетарную Техногенную Катастрофу Если это правда То что они Испытывали Это первое Второе На что Надеются Эти Мудаки Испытывая Такое оружие Что Цунами До них Не добежит Или до них Добежит Что нибудь Другое По моему Вы звоните Не на то радио Нет По моему Вы ошиблись Номером По моему Вы звоните Не на то радио На что Рассчитывали Эти чудаки И кто его знает Мудаки Окей О каком оружии Идет речь О советском О русском оружии Проданном Турции Или запрещенном Америкой Продавая Не запрещенном А решение То что Америка Не будет продавать оружие Саудовской Аравии О каком оружии Окей Да Давай дальше Так или иначе Значит Ты читал про себя Вот тут Как написали Про тебя Вот написали Зацепен Умный Приятный человек Почему я не вижу Подтверждаю Почему Как что то приятное Так я не вижу Вот Роман Херсонский Спасибо большое Не за ваш комплимент У меня почему то этого нет Спасибо огромное Спасибо Спасибо У нас здесь звонок еще один Давайте Примем Здравствуйте Вы в эфире Мы вас слушаем Продолжение Речь идет о какой то Подводной ракете Способной Двигаться Под водой На большие расстояния Для нее Практически Окончание топлива Невозможно И на ней Можно Тащить Боеголовку 500 То есть 1000 Мегатон Я понял Во что это Во что это Спасибо большое Очень и очень Такую катастрофу Что мир бы наверное Сдрогнул Так вот он имеет ввиду Что вот это К чему они готовят Такое оружие И Там Приводится Скорость этой ракеты Глубина И все прочее Вот поэтому Он и задал вопрос К чему Россия готовится Вот вопрос Хороший вопрос Я не знаю Насколько это оружие Насколько то о чем Говорили Соответствует Действительности Хотя В России Довольно мощное оружие Да Никто не отрицает Этого Да И ядерные Атомные ракеты Ни в коем случае Нельзя сбрасывать их со счетов Для чего они готовят Ну Как бы Понимаешь Ситуация сложная В России Насколько я понимаю Дело в том Когда Когда государство Обладает Каким то очень сильным Военным оружием То это своего Рода Давление Политическое давление На другие страны Понимаешь Начиная от Ну вот как Северная Корея Обладает Ядерным оружием И имеет возможность Спекулировать Вот это маленькая страна Да И тем не менее На весь мир Она известна Вот хотя Если очень многих Спросить там Американцев Где Северная Корея Кстати был такой опрос По-моему в Калифорнии Было очень смешно Говорили Вот недавно Там Наша Дружественная нам Страна Северная Корея Вот Они добились Больших успехов Они разработали Ядерное оружие Вот как вы Как вы Как друг Кореи Как вы поддерживаете И люди говорят Да конечно Наши друзья Северные корейцы Какие молодцы Студентами в Калифорнии Это особый случай А тут недавно Кто-то делал тоже Такой Эксперимент Значит Выдавали Цитаты Барака Обамы 2014 года Относительно Нелегальной Иммиграции Ну Люди любознательные Любопытные Люди с открытым умом Open Mind Что называется Они знают Это все Они помнят Эти выступления Чаки Шмаки Шумера По поводу Нелегальной Иммиграции Они помнят Выступление Хилари Клинтон В предвыборной Компании Где она сказала Что Ну от того Что вы дети И вы попали На эту На территорию Соединенных Штатов Это не дает Вам права Ну и Барак Обаба Довольно Принципиально Высказывался По поводу Нелегальной Иммиграции И Клинтон И Клинтон В общем Все Так вот Когда Приводили Эти цитаты Молодежь Которая Ну конечно Это принадлежит Трампу Безусловно Трамп Расист Это вот Его высказки Клетки Кто построил Да Обама Кто построил Сколько было Исков В 2014 году При Обаме Больше Четырех тысяч Для Некоторых Адвокатов Которых Сердце Кровью Обливается По поводу Несчастных Детей Которые Сидят В клетках Хочу Сказать Что При Трампе Не было Построено Ни одной Клетки Ни Одной Все клетки О которых Вы так С таким Порывом У меня У меня У меня Перед Глазами Вот этот Ролик Когда В России Одного Парня Спрашивает Ну вот Вы знаете Вот там Что вот Америка Значит Такое Негативное Отношение К ней Вот вы Тоже Так Америку Не любите Он говорит Да Я Очень Негативно Отношусь А почему А он Такая Пауза А потом Говорит Ну а че Они Вот Ну а че Они Вот это Вот Мировоззрение Вот Очень Многих Которые К сожалению Сидят На диванах Включает СНН И Воспринимает За догму Все то Что на них Выливает На их голову Вот этот Вот ушат Вот этих Вот новостей Никто И Никто Не Никто Из них А очень Многие Из них Наверное Большинство Они Пальцем Не пошевелят Чтобы Узнать Действительно Правду Ведь Сегодня В этот Век Информации Когда Куда Не Ткнись Гугл 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 Не найти Информацию Не проверить Но это Просто Неуважение К себе Я считаю Вот Продолжение Этой темы Слушание Было В Комитете По Надзору Который Возглавляет Элайза Каммингс Слушали Начальника Homeland Security Элайза Каммингс Взорвался Забрызгал Слюной Кричал Там Дети В собственном Дерьме И не могут Душ принять Так Мне Вообще Если бы Это был Там Хоман Он бы Ему Ответил А ты Старый Хрыч Что ты сделал Вы выделили Деньги Для того Чтобы Этих детей В говне Отмыть Вы дали Хоть копейку На них Несколько месяцев Подряд Ты Ублюдок И вся твоя Команда Ублюдков Говорили Что Трамп Фальсифицирует Придумывает Кризис На границе И тут Он начинает Орать Ох Меня аж Колотит То есть Конгресс Демократический Конгресс Палец О палец Не ударил Вообще До последнего Момента Пока это Не стало Скандалом И тут Они попытались Все перевернуть Оказывается Трамп В этом Виноват Оказывается Хомлен Секьюрити В этом Виновата Потому что Эти ублюдки В конгрессе Не приняли Закон Не выделили Денег Для того Чтобы Этих Засранцев Отмыть Под душем Естественно Это Это раз А два Есть же данные Официальные данные Что при Трампе Нелегальная Миграция Сократилась На 40% Вот Хоть один ублюдок Как ты говоришь Из них Включая Наши СМИ Хоть один ублюдок Упомянул это Хоть один ублюдок Сказал Что на 40% Упало На минуточку У нас звонок есть Давайте примем Добрый день Мы вас слушаем Алло Да здравствуйте Здравствуйте А вот Эти Взрослые С детьми Прошли Тысячи километров У них что Там были Туалеты Специальные Души Специальные Были ли у них Щетки Зубные И все прочее У них никто Зубные щетки У них никто не отбирал То есть у них не было Ни щеток Ничего прочего Это все та же Пропагандистская машина А для чего они Все это делают Понятно То есть Демократы создают Кризис А потом Показывают пальцем На Трампа Потому что Трамп Он стоит между Нами Американцами И И вот Их попытка Захватить Власть навсегда Построить социализм Чтобы всегда быть там Спасибо Абсолютно верно Причем это Абсолютно верно Значит Это только пункт номер один То что обвиняет Трампа во всех бедах А пункт номер два Все его достижения Сокращение уровня безработицы Увеличение рабочих мест Возвращение работы За границей в Америку Наш маркет Насколько сильным стал Сколько добавил Поинтс Как это Очков Да И все его достижения Ведь говорят же как Ну как же Это же все было При Обаме Начиналось Ведь зерна были Вот посажены При Обаме Это его заслуга А не Трампа Трамп типа Только вот продолжил То что вот Сделал Обама Для нас Так что Да Недавно был скандал По поводу Секретаря Лейбор Министра Министра труда Да Акоста Что дескать Будучи Прокурором Прокурором Он сделал Так сказать Подписал сделку С Абштейном И по сути дела Ударил его по рукам И отпустил Всего там на 18 месяцев Его посадил в тюрьму В общем Под давлением Акоста Должен был Уйти В отставку А вот теперь Всплывает ситуация Когда Камала Кабыла Хэрис Будучи прокурором Калифорнии Собственно Вообще Освободила От тюрьмы Мэра Одного из городов Я не помню Какого города Сан-Диека По-моему Да Сан-Диека Которого обвинили И доказали В секшуал харазмент И она его в тюрьму Не посадила И вот мне интересно Камала Хэрис Подаст В отставку В связи с тем Что сейчас движение Мету И прочее Вот В связи с таким скандалом Или снимет свою кандидатуру Добровольно С президентской гонки Или вообще уйдет Из Сената Посыпет голову Пеплом Скажет Да я такая Сволочь Я позволила Насильнику Так сказать Избежать тюрьмы И какая-нибудь Либерастическая газета Или какая-нибудь СНН Или какая-нибудь МСНБС СНС СБС Об этом скажет Хоть слово Или нет Естественно нет Естественно нет И богиноголовые Будут пребывать В благоденствии А ты знаешь Ты упомянул Вот этот вот Вопрос С Эпштейном Мы уже знаем Что Что бы ни произошло Трамп Или виноват Или он Завязан с этим Значит Трампа обвинили В том Что он Вот этот вот Российский скандал Вот То что он В прошлое воскресенье Сказал Он это сделал Специально Чтобы раздуть Шумиху Чтобы отвлечь Внимание Дела Эпштейна Потому что Он тоже Замешан в этом И он тоже С ним имел Какие-то дела То есть они Уже Трампа Обвиняют в педофилии То есть он Не только Расист Исламофоб Гомофоб Женоненавистник Он еще и педофил Оказывается У нас здесь звонок И подтверждением Этих слов Явилась фотография 20-30 летней давности Где он стоит рядом С Эпштейном Да А Чаки Шмаки Шумер Который получал От него десятки тысяч долларов На избирательную кампанию Да как-то все чувствуется Абама Абама с Фараханом Фотографировался Да Друзья Да Мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте А я хочу напомнить Что под прикрытием Собственно говоря Демократической партии В начале 90-х годов Создала организацию Называлась Напта Или Забыла точное название Короче говоря Это организация Педосилов И СЛАЮ Защищала Ее в судах Потому что Республиканцы Пытались Значит запретить Эту организацию Она существует До сих пор И это Организация Демократической партии Педофильная организация Второе Я хочу Напомнить Что Клинтон Будучи адвокатом В свое время Девочку несовершеннолетнюю Которую Изнасиловал Негодяй один Она защищала Этого Насильника И смеялась Над этой девочкой Что Ничего с ней Случится И это было Значит Как бы Представлены Доказательства Того что она делала Этот рекорд был И последний Клинтон Ее муж Замечательный Президент Он Освободил Он как бы Разрешил Мультимиллионеру Марию Дышите Дышите Марию На то что тот не платил Текции В пределах Чуть ли не 100 миллионов долларов Совершенно По фамилии Рич Демократическая партия Партия криминалов Да Мы помним Рич фамилия этого Бизнесмена Мы помним эту историю С Клинтон Когда она защищала Это вот У нас осталось Немного времени Давай еще что нибудь Вот конгресс В частности Проголосовал За Минимальную оплату За минимальную оплату В 15 долларов Себе си По моему Выдал Так сказать Провел анализ Это и сказал Что порядка Одного целых Трехдесят То есть Порядка миллиона Трехсот тысяч Человек Потеряют работу Не 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 сережа Это старые данные Новые же Три поинт Три поинт Три и два Представляешь То есть Три с лишним Миллиона человек Потеряет работу Потому что Некоторые Кто то получит Там А вот те кто получает Зарплату Минимальную Или меньше Минимальной Составляют Не то три Не то пять процентов От всех работающих Так вот Кто то из них Повысит Повысит Получит повышение До 15 долларов В час Что на самом деле Не решит Никаких проблем Абсолютно А вот Три с лишним Миллиона человек Потеряют работу Ну так это то Чего добиваются Демократы Это просто Вагиноголовые Думают Что если поднять Зарплату До 15 долларов То наступит им Счастье Никакого счастья Не наступит Миллионы человек Потеряют работу Миллионы человек Сядут на шею Будут жить на пособие Получать бесплатно Жилье и так далее И так далее А вот в свое время Берни Сэндерс Это его идея И он ее проталкивает Он говорит Что вот Когда-то Когда я впервые Ее озвучил Народ меня не поддержал А сейчас посмотрите Вот конгресс проголосовал Так вот Против Сэндерса Выступает теперь Профсоюз Потому что Берни Сэндерс А чего требует Профсоюз Профсоюз требует Чтобы те Кто работает На Берни Сэндерса Филд Так называют Люди Которые на земле Работают на его Избирательную компанию Этого коммуняки Не получают 15 долларов в час То есть Это суть Социалистов Сто процентов Суть То есть Чисто социалистические Пожалуйста Платите То есть Он пропагандирует То Чего Во что Сам не верит И чего Сам не делает И так было И будет Всегда Социалистами И только Веслоухие Могут верить В этот бред Который он несет Сейчас вот его Возможно даже Но переговоры ведутся И что произойдет Что поднять зарплату Нескольким своим работникам Берни Сэндерс Вынужден будет Выгнать Несколько своих работников Так и будет То же самое происходит На уровне штата На уровне страны Боятся что Unemployment Может Дойти до 6% Абсолютно Это то чего Они добивают То есть Любой ценой Лишь бы напакостить Трампу Они готовы Уничтожить Эту страну Они готовы Выкинуть людей На улицу Лишить их работы И за этих ублюдков Кто-то из наших Радиослушателей Голосует Еще Уму не постижим Сколько у нас Здесь времени Еще есть минута Минута Я еще хотел Упомянуть о том Что очень многие Эмигранты Отказываются От бесплатных Медицинских страховок Потому что Они Те которые Рождены За пределами Калифорнии В частности Они опасаются Вступать в программу Медицинской помощи У них это называется Медикэл Это типа Нашей Медикейт И они боятся Облав Те кто Находятся в стране Законно Незаконно Но они опасаются Подставить под угрозу Своих родственников Не имеющих Легального статуса И вот говорят Представители правительства Что и Иммиграционные адвокаты И работники Систем здравоохранения Говорят что Очень многие Из них Отказываются От медицинской помощи Вот это Вот такое Тоже интересное За что боролись За то и запоролись Один звонок Примем Очень коротко Быстренько Потому что Время мешает Совсем мало Пожалуйста Вы знаете что Вы конечно Совершенно правы Что Это делается Специально Чтобы испортить Экономику И показывать Пальцем на Трампа Что это его вина Но мне вопрос Вот это приняла Я так поняла Палата представителей А действительен ли Этот закон Без Сената Да нет конечно Нет конечно И сенат не пройдет Слава богу Вы меня так сказать Успокоили Спасибо большое Макканал сказал Что сенат Не пропустит И это правда Но они все таки Рассчитывают Что понимаешь Достаточное количество Идиотов Выпускает университет Конечно Который Которым Берни Сэндерс Обещает Берни Сэндерс Обещает Бесплатную учебу Простит Всем полтора триллиона Долларов Долгов По Студент лон И так далее Бесплатную медицину И в общем Все бесплатно В общем Как Жириновский Каждый бабе По мужику Каждому мужику По бутылке водки Идите Голосуйте за меня И достаточно В этой стране Вагиноголовых Которые действительно Идут и голосуют Ты посмотри Когда они В шестнадцатом году Когда он принимал Участие в выборах Он по сути дела Он по сути дела Опередил Хилари Клинтон Опередил Как она Если бы Они его не кинули Он бы получил Номинацию Его просто Кинули Количество Идиотов Причем Его поддерживала Молодежь Естественно Какое Количество А кто Самый Прогрессивный У нас Избиратель Это на самом деле Всегда было В любое время Во все времена Молодежь была Наиболее Прогрессивная А кто мозги И вправляет Наиболее безумная Революционно настроенная Но ведь это Чаевато Последствиями Очень многие Этого не хотят Понимать Что сейчас Идет борьба За будущее Страны В которой Будут жить Наши дети И наши внуки Так вот Чтобы они не жили При халифате Или коммунизме То надо что-то делать Очень многие Это понимать И об этом говорить Руки опускать не будем Будем об этом говорить Будем биться Так что все будет в порядке Спасибо Все Всего доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok